Канал не закрывается Как вы помните из моего видеоблога, который вышел в начале 2016 года, я сказал, что этот год я хочу посвятить своему каналу и своей игре, и что-то как-то не особо получилось. И если по поводу того, что канал особо не вырос и не стал каким-то очень культовым, в принципе, это и не очень обидно, потому что я себя никогда не воспринимал как профессионального видеоблогера, но вот по поводу игры, честно говоря, есть некоторые разочарования. Первоначально, не собрав и третьей задевленной суммы, она все же вышла в Steam и, несмотря на положительные отзывы, продалась совершенно мелким тиражом. Я, конечно, как бы и не планировал, что она станет каким-то супер-мега-хитом, у которого там будут миллионные продажи и так далее, но скажем так, что за первый месяц даже No Time To Leave лучше продалась, чем вот за первый месяц продалась World Hero. No Time To Leave лучше продалась, Карл! Так что, как я и говорил в том видеоблоге, у меня сейчас совершенно не будет времени заниматься ни видео, ни играми, поэтому я, конечно, не собираюсь все это забрасывать. Скорее всего, периодически, раз в несколько месяцев, возможно, что-то и будет выходить на канале, но что это будет выходить на канале и как часто это что-то будет выходить, я понятия не имею. Просто хотел вас предупредить, что если даже я буду пропадать на полгода или около того, не переживайте, это теперь норма. То же самое и с игрой. Я, конечно, первоначально планировал сделать все-таки вторую часть, если первая зайдет довольно-таки хорошо, но, поглянувшись назад, я понял, что, в принципе, мне понравилась работа над первой частью, да, и результатом я доволен, серьезно. Мне первая часть очень нравится, поэтому, несмотря даже на такие маленькие продажи первой части, я все-таки планирую сделать вторую часть. Правда, опять же, фиг знает когда. Дело в том, что сразу начинать делать 2D-платформер после того, как ты закончил делать 2D-платформер, который, к тому же, еще совершенно никак себя коммерчески не оправдал, это довольно скучно. Поэтому я первоначально, наверное, все-таки как-нибудь выпущу другую игру, которая будет совершенно в другом жанре. Но, опять же, когда я ее сделаю, даже когда я начну ее делать, я пока что понятия не имею, у меня сейчас совершенно нет времени. Ах да, и несмотря на то, что на канале новое видео у нас теперь будет хрен знает когда, у нас тут новое правило. Ах, когда ты раньше делал свои видео, ну, год назад, да, вот там вот был вот этот вот сюжет какой-то между обзорами, и, честно говоря, вот тут на самом деле было классно смотреть, вот сейчас что-то уже совсем не то. Да нет, ну вот когда вот зеленый диван был, вот, и фиолетовая футболка, вот это вот было лампово, вот это было как-то по-домашнему, здорово. Ну, дальше уже как-то вот сейчас уже не то пошло. Да о чем вы вообще говорите? Вот до этого, когда вот он еще не ушел в игры, вот тогда вот, да, тогда вот, и помните, вот этот вот обзор на обезьянок, горилок, вот этих вот мутантов каких-то непонятных, был вот обзор на Малефисента, вообще классные видосы, вот это вот было здорово. Нет, сейчас, конечно, хрень. Тогда было здорово, да ты вспомни, как вот раньше-то было, когда вот он переезжал когда из квартиры, типа в квартиру, да, вот помнишь, этот легендарный вообще обзор на Матрицу, вот этот вот, я идеальный квартиросъемщик, вот, вот это вот был угар, а вот потом какая-то хрень началась. Да, конечно, легендарный обзор на Матрицу, вспомни, до этого вот там была первая пуля для фюрера, скитание Тайра, потом там что еще было, там вот был вот этот вот Just Cause 2, там был Dead Hunt, прям глаза у человека горели, вот потом вот явно уже какая-то хрень пошла. Да вы себе какую-то ересь несете, вот до этого, вот до Рутуба, до Ютуба, вот я, короче, покупал в Роспечати себе Кроссконворд, короче, брал, открывал, там сверху были анекдоты, вот это было охеренно, вот это вот было здорово, вот потом какая-то хрень пошла уже, честное слово. Я оставляю за собой право блокировать таких вот пользователей просто потому, что я так хочу. По моему скромному мнению, я не могу быть не тем, потому что я никогда не был тем. Я никогда не был тем самым мегапопулярным чуваком, у которого были там сотни тысяч подписчиков там или просмотров. Тенденция последние 4-5 лет у канала абсолютно линейная, это 400-600 новых подписчиков в месяц, ну плюс старые видео, у них там побольше просмотров, потому что они просто дольше на канале, их больше пересматривают. Все. Так что если когда-то и был в моем творчестве тот самый золотой период, когда я жег напалмом и выдавал какую-то нереальную годноту, о чем я тогда особо никто и не смотрел-то? Ну вы меня конечно извините, никогда такого канала не было, что вот я вот начал что-то классное делать и поэтому сразу выросли подписчики, там выросли просмотры и так далее, а вот потом я скатился и упали и просмотры, и подписчики. Так что, видимо, проблема не в том, что раньше был сахар слаще, а то, что тебе, мой уважаемый конкретный зритель, раньше сахар нравился больше, чем сейчас. В этом плане я могу посоветовать только одно. Бери вот те самые примерные игры, ту самую подачу, ту самую стилистику и делай эти видео сам, потому что, к сожалению, видимо, больше уже некому. Да, кстати, пользуясь случаем, хочу всех поздравить с новым 2017 годом и пожелать главного, чтобы 2017 год не стал 2К17. Пожалуйста. Нет, но вообще, с другой стороны, есть очень много других способов, как его по-тупому назвать, там, например, 2017, 2007, 2О17, да? Ну, если приходящий год как-то обязательно по-тупому обозвать, лично я бы предложил 7Е1. Да, 16-ти ричная система в честь уходящего 2016 года. Как минимум, это логично. И да, пусть это несколько все равно тупо, но поверьте, был бы у меня свой мемно-дегротный паблик ВКонтакте, разошлось бы, как горячие пирожки. Вот так вот. А пока что с вами был H2. Увидимся в следующий раз. Да, кстати, чтобы еще поставить все точки над IF, вот эта нескомканная фиолетовая футболка сзади лежит. Это Джонни. Скомканная фиолетовая футболка, она вот. И у нее нет дырки. Это элемент рисунка. Вот теперь все. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...